Недавно выпустил видео с Джим Федзером. Скоро еще будут видео. Выложите, пожалуйста, у себя на страницах. Это очень важно будить людей, потому что разыгрывается игра. Теперь хочу вернуться к интервью Карсена с Путиным. Так, интервью Карсена с Путиным. Более или менее из всех журналистов Карсен нормальный парень. Можно критиковать весь день, говорить, что это контролируемая оппозиция. Я не собираюсь эти вещи говорить. Но я не буду, значит, говорить те вещи, которые не хочу говорить. Потому что я не знаю, что, чего, как. Так, исходя из того, что он очень... Ну, я ничего не могу поделать. Телефон такой. Значит, он... Очень много чего сделал Карсен Такер. Очень много правильных вещей всегда говорил. Пудил людей, защищал канадских тракеров. Против сумасшествия вот этого выступает. Трансджендерных и разных программ. Короче, человек, когда работал на Факт-сюнс, был единственный журналист, который реальные вещи говорил. И очень многих людей было, так скажем. Я не буду сейчас его очернить. Но у меня один вопрос. Вся, значит, эта программа, которая была передача сделана, он не отметил, не задал два главных вопроса. По крайней мере, один я бы задал. Что, товарищ Путин, вы как бы боретесь за суверенитет своей страны. Правда? Правда. Так как же вы объясните то, что вы объявили пандемию от международной организации ВОЗ? Всем одели маски и всех укололи спутником, что и есть абсолютно та же вакцина, что и Джонсон и Джонсон. Просто с поменятым названием. Это, во-первых, я задал бы ему вопрос. Пусть он объяснил бы. И второй вопрос у меня был бы. А как же у вас в России уже вы требуете, то есть не требуете пока что, отмечаете, значит, carbon tax, то есть след, carbon след, carbon кредиты даете людям, например, когда люди в России покупают на Авито или же покупают билет на поезд, то там обязательно, то там обязательно, значит, вы даете людям carbon credits, CO2 credit, что тоже основано на лживой теории глобального потепления, вроде бы якобы сделанной человеческой деятельностью. Вот эти два вопроса обязательно надо было задать Путину. Эти вопросы Карстен Тайкер не задал. Это мне еще раз говорит о том, что ему не позволили эти вопросы задавать, сказали, чтобы он эти вопросы не задавал. К чему готовит это все? К тому, что вот он сейчас огромную симпатию, огромную симпатию, значит, вызвал у американца. Вот посмотрите, он умный мужик, нам пора дружить, готовят почву для дружбы, так как скоро придет Трамп, его поставят, как я объяснил, посмотрите мое видео с Джим Федзером, мои личные видео с Ириной Берман, еще мои монологи, на английском у меня все есть, и здесь, и на Big Shoot, на русском, и здесь, и на YouTube, и на моем Телеграме. И вы убедитесь, что план очень хитрый, очень простой, что у них план привести Трампа и заключить договор якобы о перемирии, прекратить войну, потому что Украину уже раздробили, разделили, убили, сколько нужно молодых людей, белых славян по программе, знаете, кого, вот этих вот, маленькой вот этой вот, а вот, нации или секты, не знаю, кого. Вот поэтому и эта передача с Путиным была сделана без всяких реально острых вопросов, которые необходимо было задать Путину, необходимо просто было их задать, самый главный вопрос, который должен был задать Карсон Путину, а как это так, что вы объявили у себя пандемию, которая исходила из частной глобальной организации ВОЗ, если вы боретесь так называемым Западом, почему вы сделали то же самое и привили своих людей экспериментальными шернули экспериментальными, значит, отравами, которая, в буквальном смысле этого слова, переименованная экспериментальная жижа от того же Запада. Почему вы это сделали? Второй вопрос был бы, еще раз повторяю, если бы я был Карсером Такером, я этот вопрос бы задал, почему вы следуете фейковым, климатическим этим Carbon Tax и кредитом и жмете на то, чтобы у вас автомобили были бы электрические и вот эта вся электрическая адженда, программа у вас в России сейчас полным ходом идет вперед. Вот эти, как минимум, два-три вопроса я бы задал, не стал бы уходить в дебри того, что война, там, история про Украину, это было просто отвлечение, потому что ничего, никаких реальных острых вопросов он Путину не задал, абсолютно никаких, на мой взгляд. А почему? А потому, что они знают, что это план глобального мирового порядка, Путину сионист и служит интересу сионистовым. То же самое, две синагоги работают, синагога в Вашингтоне, синагога в Кремле, синагога в Киеве, и тут очевидно, уже и думать даже многим не надо, это очевидно, они окружили себя людьми из ада, буквальном смысле этого слова, для которых мы с вами, вне зависимости от национальности, вне зависимости от цвета кожи, мы не имеем для них значения. Так что нам будут приводить на голову новый мировой порядок через перемирие двух, в кавычках, националистов, в кавычках, двух героев, спасителей, один из коих будет исполнять роль Путина, убийцы, который уже сколько людей уничтожил, и своих послан на смерть на Украине, значит, будет в этом участвовать Кремлевская синагога, Вашингтон, и остальное, все, и будет такое, какое бы, это вроде бы, якобы, перемирие, еще одна нехорошая новость, у меня есть видео, потом я могу его выложить, перевести, значит, директор ФБР встретился с шерифами в США, со всеми шерифами, и сказал, что вот то, что произошло в Израиле, оно ожидается у нас, у нас есть сведения, что у нас будет то же самое, как сентябрь 11, но давайте просто проанализируем то, что он сказал, то есть, открытые границы будут приводить к тому, что будет сентябрь 11, тот же старый сценарий, то, что произошло в Израиле, сами соорганизовали, сами сделали, то же самое, то было сентябрь 11, сейчас нам открыто говорят, что это надо ожидать на территории США, потому что границы открытые, если кому-то надо прийти, для него не нужны открытые границы, он может с визой приехать, это во-первых, во-вторых, внутри страны много людей, которые чем-то этим могли бы занять, если бы им так нужно было что-то там взрывать или что-то делать, понятно, это программа, нас боятся, мы вооруженные, нас будут взрывать, делать сайбро-итак, об этом еще сказали, сказали, что вот как в Израиле, как в Израиле, то есть этот сценарий у них один, вы понимаете, сценарий у них один, они приводят в пример Израиль, никакого анализа там не надо делать, ничего, никаких разговоров не надо, просто вот Израиль, он был атакован, вот так же хотят нас атаковать и приводят в пример еще сентябрь 11, который мы знаем, кто знает, тот знает, доказано, кто делал сентябрь 11, какая страна в этом участвовала, кроме американского правительства, мы прекрасно это все знаем, то есть нам открыто говорят, директор ФБР, одни из самых больших оркестровщиков всего, что, читайте так, мы, ребята, будем здесь и там устраивать акты, как это было устроено в Израиле, через кого-то, через чего-то, мы сами, не важно через кого, найдут на кого свалить, потому что Америка поддерживает Израиль, еще, да, это хороший козырь, потому что поддерживает, видите, какие плохие все, и вот мы вот будем такими же жертвами, как и Израиль, ну, тот, кто знает, что произошло, и кто это сделал в сентябре 11, для того все ясно, кто не знает, советую покопаться, изучить, в итоге мы потеряем наши свободы, будет Трамп произраильская, значит, марионетка, который будет кричать, орать, я-то пришел вас спасать, но, видите, Байден открыл границы, и я вынужден, вынужден немножечко прижать ваши права для вашей же безопасности, вот такая вот будет у тюрьма, сайбер-этак, они открыты, об этом говорили, это то же самое, что говорил Шваб, о сайбер-этак, в общем, ждите с приходом Трампа, сайбер-этак, и пандемии, как он первую объявил, так и вторую объявит пандемии X, Россия с Гинсбергом, с Гинсбергом уже официально, есть статья, я ссылки передавал, Джим Федзеру, могу выложить на английском, кто хочет, что они готовы к пандемии X, так же, как они были готовы к первой, с теми же самыми эффективными лекарствами, то есть укольчиками, и они готовы это все встретить, то есть нам на голову готовят большую такую интересную кутильму, такой театр готовят, придет Трамп, пойдет пожмет руки, значит, синагога Вашингтона встретится с синагогой Кремля, они друг другу руки пожмут, все будет классно, война прекратится, к какому-то выводу придут, там что-то там договорятся, короче, уже после того, как раздолбили всю Украину, да, и после этого уже начнется пандемия X, взрывы, взрывы, cyber attacks, и всякая вот эта дрянь начнется, пойдет, и Трамп будет бороться со всем этим, бороться, он же говорит, что America first, хотя мы все прекрасно знаем, что для Трампа Israel first, не народа Израиля, а именно правительство, Натаньян Яу, этот военный преступник, эта мразь, эта тварь, его самый близкий друг, ну что вы от этого еще человека хотите, чтобы он что-то хорошее сделал для Америки, это то же самое, что говорит, что Эрдуган или Алиев что-то хорошее сделают для Армении, мы видим весь этот театр сейчас, как он происходит и в Армении, в Европе, в Америке, везде этот театр, так что, дорогие мои, пристегнитесь, пристегните ремни, крепко сядьте в свои, значит, стулья и сиденья, возьмите много попкорна, кто пьет кофе, возьмите себе, налейте кофе, кто любит пить чай, запаситесь вареньем, чтобы пить чай, хрустеть чем-то, жевать и смотреть этот театр. Вот все, что я могу сказать. Если я неправильно сейчас анализирую, неправильно вижу значит, то, что происходит, значит, я вообще прекращу когда-либо что-либо говорить. Но для меня это так очевидно, настолько это явно видно, это все, что даже не могу не говорить. Долгое время о лайфе не делал, но сейчас решил пойти в эфир, потому что уже как бы чаша переполнилась к моему терпению, тем более, когда Такер пошел и сделал интервью со Путиным. Я так и знал, кстати, что он эти острые, необходимые вопросы не задал. Самый главный вопрос. Вы боретесь против Запада. Да. А почему вы объявили, ведь Такер же всегда был против уколов, да? Почему вы укололи ваш народ всем, надели маски и под копирку, абсолютно под копирку повелись на условия ввоза, тем самым, тем самым, на практике показывая, что у вас нету суверенитета, что вы служите каким-то глобальным программам, в которые участвовали все страны, включая те, с которыми вы якобы боретесь. Это был бы номер один необходимый вопрос. Второй должен был быть как раз таки о том, что климатические вот эти кредиты, которые сейчас в России выдают тем, кто покупает, продает на авито, или же покупает билеты на поезд, типа, вы сохраняете планету. И вот эти программы с электроавтобусами, электромашинами, эти два вопроса необходимо было задать. Эти вопросы не были заданы. Ну, оттуда уже понятно все, что нас готовят к этому спектаклю, о котором я говорю. И очень много недогоняющих в Америке что армян, что русскоязычных, что американцев, которые очень ждут, чтобы пришел спаситель Трамп. И говорят, ну, говорят, ну, все-таки не Байден же, конечно, правильно же, не Байден. Вот как раз сценарий сработал. что поставили противного отвратительного Байдена, чтобы всем захотелось увидеть Трампа. Потому что настолько отвратительная личность этот Байден, что лишь бы кто бы то ни был, лишь бы был бы не Байден. Ну, вот, пожалуйста, получите Трампа. Синагога на полный ход включена, она работает, готовьтесь и будете смотреть очень хорошие спектакли, мировые глобальные спектакли. Но, с одной стороны, это хорошо, что людям нужен якобы патриот, как Трамп. То есть, их невоспринимание, невосприятие уже вот этих левых коммунистических программ Байдена, по крайней мере, иллюзорно, люди это не хотят, иллюзорно верят в Трампа. Это само уже по себе хорошая новость, что они не клюют на Байдена. И немножечко времени пройдет, здравствуйте всем, немножко времени пройдет, и они обязательно поймут, многие, не все, конечно, что Трамп тоже был из той же синагоги. Поэтому нас ждут очень интересные события. Трамп будет сейчас их под свои крылышком держать, все будут радоваться, точно так же и будут, что вот патриот пришел к власти. Да, примерно так же, как Зеленский пришел, обозвал Порошенко, что он негодяй плохой, а вот я Зеленский, я либертарянец, и поставили одного, другого же глобалиста, фашиста, марионетку во власти. Хороший пример насчет Украины. Примерно то же самое будет здесь. Ну, не примерно то же самое, только немножечко под другим сценарием. Был один раз президентом, его несправедливо выгнали, потом он все равно, вот сейчас он хотели судить, но вот пришел он обратно наконец. Тут немножко более эмоционально такой, более такой накаленный сценарий, немножко более накаленный, он более такой продуманный, все-таки это Америка, не Украина. Топором как на Украине не сделаешь, тут надо ювелирно это все делать, обточить, это же голливудская все-таки продукция, понимаете, тут надо чуть-чуть тоньше работать. Ну, вот и все, что я хотел сказать сегодняшнему видео. Я много лайфа не делаю, потому что, ну, сами все знаете, там никаких особенных каких-то событий не происходит, все идет как есть, ничего страшного, только запомните, что директор ФБР собирал шерифов и предупредил, что будут такие события, как в Израиле. То есть, их хозяева из международной синагоги им сейчас будут давать дальше директивы, кого взрывать, что, сваливать там на арабов, понятное дело, что вот мы, это еще больше сплачет, будет сплачивать американское правительство с израильским, все будут за Израиль, за Израиль, в то время как наши права будут, как говорится, ужиматься, экономика будет в говне и все эти 30 миллионов, около 30 миллионов иммигрантов, которые уже на США, они уже здесь, они никуда не уйдут, нас будут пугать, взрывать, в общем, сабератакс и тогда и тому подобное. В общем, нехорошим это все пахнет, поэтому нам нужно не надеяться ни на каких представителей власти, там, из разных синагог мировых, а нужно сделать так, чтобы мы, каждый из нас, поняли, куда нас ведут и на локальном уровне, это касается американцев и других стран, это сложно сделать, буду честным с вами, на локальном уровне поддерживать правильных своих представителей, это возможно, это делается, это единственный инструмент, но европейцам советую поддерживать фермеров, как это многие граждане Германии, Франции, Бельгии делают и проявлять упорность и, значит, сделать так, чтобы ваш голос услышали. И пусть, пожалуйста, никто не думает, что, а, выходи, не выходи, ничего не меняется, меняется. Название Давоса в этом году было Gained Trust, то есть, значит, заработать веру, как бы, да, это о чем говорит, вслух признаются, что они знают, что им не верят. И это благодаря вам, благодаря тракерам в Канаде, благодаря многим-многим людям, ферберам, в общем, всем, кто выходил на улицу, как бы то СМИ это не скрывали, но люди выходят на улицу, они это все смотрят, они нас боятся, запомните это. Они боятся правды, иначе они все делали бы по другим сценариям. Поэтому, боясь нас, они там подставляют какого-то Трампа нам дают кушать, Путина якобы кто-то с чем-то борется, потому что они знают, что люди видят, по большому счету, какой это план нового мирового порядка. И моя личная цель для других таких, как я, распространять правдивую информацию, анализировать, раскладывать все по полочкам, чтобы нас дальше не обманывали, потому что без нашей поддержки они никуда не смогут уехать, даже на один километр не уедут. Хорошо. Так что, ребятки, давайте, спасибо за внимание, короткое видео, распространяйте, бомбите по всем сайтам, как вы можете, можете сделать даунлод, выложить, куда хотите, тикток, ютуб, в общем, вперед, если считаете, что то, что я сказал, имеет ценность и есть правда. Ну и все, давайте, ребята, быстренько вперед, проверьте мои видео, с Джеймсом Феддером, я и сырое видео выложил, и ссылки на битшут, и ссылки на ютуб, есть все у меня выложено, у меня все есть для вас, так что, следите, смотрите, даже если я лайфов много не делаю, я очень много полезного материала выкладываю, в частности, на английском, давайте это видео, то, что я сейчас сделаю, сделайте даунлод и раскидывайте везде. Все, пока, победа будет за нами, рано или поздно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok